Традиционно на весенние полевые работы и на уборочные работы правительство выделяет удешевленный ГСМ для сельхозтоваропроизводителей. В этом году на проведение весенних полевых работ выделено 360 тысяч тонн дизельного топлива. По цене в среднем где-то 90 тенге за литр сельхозтоваропроизводителей будет обходиться. Ну где-то чуть больше, где-то чуть меньше, в зависимости от логистики. Но примерно мы посчитаем, что в среднем по республике, если взять, что 102 тенге у нас сейчас отпускная цена, на 10-12% это ниже розничной цены дизельного топлива. То есть обеспеченность, соответствующие лимиты до областей доведены. Каждая область знает, сколько тонн дизельного топлива и с каких МПЗ брать. То есть, соответственно, этот вопрос уже на правительственном уровне решен. Что касается дефицита семян, то в целом по республике на сегодняшний день порядка 66 тысяч тонн. И здесь в разрезе областей данный дефицит семян в соответствии с решением Госкомиссии должен быть покрыт за счет ресурсов проткорпораций. У проткорпораций есть семенной фонд, и, соответственно, у проткорпораций есть деньги на приобретение семян. Но для этого хозяйство, которое испытывает дефицит семян, должно обратиться в проткорпорацию, предоставить соответствующий пакет документов, и под этот пакет документов получить семенную ссуду, то есть получить деньги на приобретение семян. И таким образом проблему с дефицитом семян решать. То есть механизмы покрытия дефицита семян есть. Здесь уже вопрос в том, чтобы хозяйство, Акимат, местные исполнительные органы совместно с проткорпорацией, и сами, исходя из внутренних ресурсов регионов, должны решать эту проблему. Многие области именно сделали большой упор на производство кормовых культур. Почему? Потому что в целом развивается программа животноводства, выделяются субсидии на поддержку животноводства, и, соответственно, животноводство без кормопроизводства это немыслимо, поэтому, соответственно, все области и все сельхозтоваропроизводители уделяют особое внимание производству кормов. И я думаю, что в этом году ситуация должна выровняться, и вообще в целом кормопроизводство должно новый импульс получить, новый толчок получить в своем развитии.